Сегодняшняя лекция названа так. Порфирио Диас, Мексиканский Владимир Владимирович. Я уже читал ваши комментарии, я уже читал их. Вы там писали, ну ничего похожего, ну ничего общего у этих двух людей быть не может. Ну нет, не такие они. Дайте мне право сегодня разубедить вас, дайте мне возможность сегодня построить ваше мнение по-другому. Итак, Порфирио Диас, Мексиканский политический деятель, один из самых долгоиграющих президентов в мире. Он находился во власти в общей сложности 36 лет, а время его правления было названо эпохой порфиризма. Порфиризм – особая стадия диктатуры, при которой внутри ничего не развивается, зато вовне иностранные инвестиции гложат страну. Порфирио Диас родился в 1830 году в бедной семье. Эта бедная семья была многодетной. Причем, если бы в тот момент, в 30-е годы, кто-нибудь сказал, что вот этот нищий голяк мог бы дойти до вершины власти, стал бы правителем Мексики, над ним бы посмеялись. Мексика далеко не такая свободная страна, она сословная. В 21-м году она впервые получила независимость и объявила о ней. Он практически родился в первое десятилетие новой государственности. Он родился мало того, что в многодетной семье. Его несчастье в Мексике тех лет заключалось в том, что он родился еще в семье от смешанного брака. Это в той године Мексики было очень плохо для карьеры, для политики. Вот его мать и отец происходили из разных социальных групп, а он сам был наполовину миштек. Это такая национальность в Мексике коренных народов, мезоамерики. И вот это прерывало очень сильно его социальную карьеру, социальное развитие. Это было что-то вроде метки. Вот черное знамя, такое очень-очень некомплементарное Мексике в тех годах. Это было приговором. Это если бы вы, например, в нашей стране, в нашей стране, в Российской Федерации родились бы в семье токаря-слесаря и какой-нибудь домохозяйки. Ну вот примерно, да, и причем не в Москве, а где-нибудь в Выхино-Жулебино. А наш Парфирьос схватил все эти карты в руки. Он родился и в местном разливе Выхино-Жулебино у Ахака. Это маленький городок. Он родился в многодетной семье, которая не заботилась о нем. Но мало того, что ему не повезло с рождением, так ему не повезло с отцом. Он лишился его в три года, а мать не смогла содержать семью. То есть, как вы понимаете, со всех сторон сплошная невезуха. Карты в руки просто не идут. Он многодетный ребенок. Он потомок метисов, приехавших и ассимилировавшихся в Мексике. Он живет в провинциальном городе. Его отец умер. Его семья, как рассказывали его биографы, не могла купить даже обуви. И в первые годы жизни, начиная вот с пяти лет, он пытается освоить профессию башмачника. Он подглядывает за сапожником и смотрит, как делают сапоги. Он пытается, у него мечта. У него мечта в детстве была. Мне хочется, как он потом вспоминал, одеть семью. Обуть и одеть семью. Он трудился в лавке портного, пока учился, чтобы как-то нарядиться и чтобы иметь возможность обувь сделать для своей семьи. Вот это была вершина его стремлений. Мать быстро его бросит. Его семья просто распадется. К 16 годам, когда у него хотя бы что-то в жизни будет налаживаться, к нему придет крестный отец. А этот крестный отец тоже откажется от него. Крестный отец бросит его уже в более взрослом возрасте и не оставит никаких денег. По тем законам надо было оставлять деньги для того, чтобы молодого, ну еще тогда подростка содержать. Но это все как бы кануло в лету. Все забыли о нем. И его братья и сестры разбежались. Его отец умер. Его мать убежала. И, наконец, в конце концов, вот даже крестный свой отец предал, обманул и не дал никаких денег. И, в общем, он не очень хорошо на его развитии сказался. Он был картежником, заядлым там игроком. Проиграл в карты много. Ну, я бы сказал, начало биографии внушает, да? Начало биографии, оно уже внушает оптимизм. Сразу видно, будущий президент страны. И вы не ошибетесь, это будущий президент страны. Это биография типичного президента Мексики. Я прошу извинить меня за то, что говорю вообще. Это биография типичного президента Мексики в 19 веке, естественно. Не сегодня, а вот в 19 веке. Так в 19 веке ковалась элита, понимаете? Я бы даже сказал не элита, а элита общества. Что называется, самое сочное и основное. Что-то я забыл. Да, да. Я что-то забыл в его биографии очень важное. Как только он достиг совершеннолетия, его опять ударила судьба. И в этот раз уже началась война в его стране. Что может быть прекраснее? Разведенный отец, бросившая мать, покинувший крестный, бросившая разбежавшиеся родственники, ни гроша за душой. Да еще знаете, война. Война еще была между Мексикой и Соединенными Штатами. И он как раз угодил в самый эпицентр конфликта. Я бы сказал идеально. Судьба как будто бы хотела сделать из него сильного человека. Есть такая поговорка, если судьба тебя сгибает, то это значит, что готовит тебя к чему-то великому. Вот Порфирио Диас, если посмотреть на все его первые 18-19 лет жизни, это вот бесконечное страдание. Это тлен, боль и экзистенция. Это вот просто тлен, боль и экзистенция. Тлен, боль и экзистенция. Он перебивается от работы к работе. В конце концов он пытается поступить в приходскую церковную школу. Вы тоже любите мужчин с усами, которые поступают в церковно-приходские школы, а потом становятся диктаторами? Вот, поздравьте себя, еще один в полку прибыл. Действительно, Порфирио Диас учился в католическом пансионате до 16 лет. И его бросил, записавшись в народную милицию, когда наступила Техасская Америка... Извиняюсь, ну, за Техас она велась, но это была война Мексики с Соединенными Штатами. В общем, ничто он не закончил. Ни начальной, ни средней школы, ни даже церковно-приходского училища. Образования нету, денег нету, родственников нету, друзей нету. Но идеальный, идеальный козырь, просто джокер, я бы сказал. И вот тут начинается наша история, которую я бы хотел предварить широким историческим полотном. Полотно это называется «Война Америки за трансконтинентальность». И главной вехой трансконтинентальности Америки были, конечно же, доктрины Монро 20-го года, провозглашавшие, что только Америка может и имеет право вмешиваться в дела американского нового света. Из-за этой доктрины произошло множество войн, вы это знаете, чтобы Америка утвердилась на этом континенте, а не европейской державы. И, кстати, именно эта доктрина предопределила, что деколонизация Америки происходила быстрее, чем, например, в Африке, там или в Китае, в Индокитае. Второе – это Американо-мексиканская война. Вот о которой мы с вами и поговорим. Американо-мексиканская война – это война, которая вылилась, ну, в целую вереницу потом экспансионистских расширений американских штатов. Война шла два года, с 1846 по 1848. И пока в Европе гуляли призраки коммунизма, пока в Европе поднимались национальные восстания, Америка ковала империю. Америка ковала свою империю, и вот под этот молот ударился в наковальню как раз на время 16-летия Порфирио Диаса. В 1846 Порфирио Диасу стукнуло 16 лет, и он добровольно, добровольно отправляется воевать с американцами, отстоять, защитить свою родину. Но почему вообще Америка решила внезапно напасть? Америка нуждалась, нуждалась в защите. Она хотела защитить себя, она хотела оттолкнуть потенциальных противников от границ. И штатом, который стал вот таким камнем преткновения, стал Техас, который обрел относительную автономию, потом и независимость. Глаза американских президентов уже годами обращались к Техасу. Техас был вожделенной мечтой. Техас был землей возможностей. И вот проблема была только в одном. Техас не был в составе США. И вот Соединенные Штаты Америки решили, ну, хоть как-нибудь включить Техас. Я не буду проводить параллели, они очевидны. Потому что то, что Америка сделает, очень напомнит кое-кому события совсем недавнего времени. Америка решила, естественно, не сама, а сообщив, что непонятные люди в форме Соединенных Штатов внезапно оккупировали Техас. Президент тогдашних Соединенных Штатов заявил, что это не американские войска. Форму американского солдата можно купить в любом военторге вообще-то. Да и откуда вы знаете, что они американские? У них там американский флаг, они в американской форме. Ну так, господи, это можно купить в любом магазине секонд-хенде, в конце концов. Это же, это ничего не доказывает. Но для Мексики однозначно вторжение было расценено как объявление войны. Американцы слишком быстро продвигались, не успела Мексика свои силы на линию огня провести. Они прошли линию Делавер. И вот углубившись вглубь территории Мексики, фактически они вступили в конфликт на всем протяжении Мексико-американской границы, это было начало войны. Это было начало войны. Мексика оборонялась в этой войне, потому что американцы хотели откусить, откусить кусочек Мексики абсолютно перемирием, перемирием. Они не выступали против свержения правительства Мексики, они выступали за переговоры, но переговоры планировалось проводить в Мехико. И поэтому весь первый год американцы шли на Мехико. И вот весь первый год, это был чудовищный, страшный год, когда Мексика вся буквально отступала. Американская армия была гораздо более подготовленной, сильной, гораздо более вооруженной. У Мексики не было шансов. Будем даже честны, у Мексики не было какой-то армии. Армия была в ополчении. Ополчение, ну, не очень качественное, а в армии США регулярное. Причем южные части, многие из них там проходили военную подготовку, многие из них офицеры, это американский юг. Американский юг славится своими офицерами. Очень квалифицированные кадры, очень качественная кавалерия. Она, ну, все. В 47-м году Мехико пал. То есть столица Мексики была взята американцами, оккупирована американцами. Но это де-факто конец. Но сопротивление продолжалось еще один год. Де-факто это было уже все. Но Мексика сопротивлялась еще год. Мексика что-то там пыталась показать. И Порфирио Диас в этой среде отличился в обороне какого-то маленького населенного пункта. Пытался сдержать наступление американцев. Вроде как там удалось на несколько часов отбить атаку. Но как эта война вообще воспринималась в обществе? Как война воспринималась и там, в Мексике, и по ту сторону баррикад в Америке? Америка, вот знаете, Америка не одобряла. Америка глубоко не одобряла. Возможно, вы знаете вот этого парня с портрета. Вы, наверное, знакомы с ним. Может быть, кто-нибудь угадает, кто этот человек. Вы его стопудово где-то видели, я вам могу сказать, да. Кто-нибудь знает, кто этот человек. В истории Америки, в американских мультфильмах, в каких-нибудь, не знаю, как их называют, там, мультфильм типа Симпсоны, или Футурама, или, 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 как вы еще, господи. В общем, вы знаете, где еще там показывают что-то из реальной жизни. Кто это? Кто? Это не Линкольн, до Линкольна еще далеко. Это не Аврам Линкольн, это не Аврам Линкольн. Это персонаж эпохи до Аврама Линкольна. Давайте, давайте, точнее, точнее, никто не знает. Это дядя Сэм. Вот в Америке его очень хорошо знают. Это Генри Дэвид Торо. Торо. Ударение на последний слог. Торо. Это Генри Торо. Это знаменитый антивоенный человек. Это один из сторонников Мексики. Ну, то есть, он воспроизвел мучения, мучения вот Мексики под оккупацией Америки. И Дэль Торо, вот этот самый Генри Торо, он написал книгу, в которой рассказал о том, как Америка своей жуткой военной машиной давит независимое государство. Он был, короче, тем, кто кричал «нет войне», «нет войне». Он даже посидел за свои взгляды в американской тюрьме. Он в знак солидарности с Мексикой, когда его страна объявила войну Мексике, он отказался платить налоги в знак солидарности с мексиканским народом. И его туда отправили в тюрьму. Он посидел в тюрьме за неуплату налогов, но он всегда предпочитал говорить о том, что «нет, я не за неуплату налогов посидел, я посидел за независимость Мексики». «Руки прочь, Америка от Мексики», «Мексика стронг», «Мексика юнайт», «Мексика грейт», и, значит, «peace». «We want peace», «мы хотим мира», «мы хотим мира». «Долой войну», «долой войну», «вот это тот самый зачинщик». В Америке тоже было свое движение за мир, и оно было очень активно. Вот Торо был одним из самых ярких его представителей, он выступал за то, чтобы Америка прекратила захватнические войны. Конечно, она не прекратила их, но давайте я почитаю вам его цитату. Я говорил ведь, что он писал о Мексико-американском конфликте, и вот что он написал. Есть тысячи людей, по убеждениям противники рабства и войны, которые решительно ничего не делают, чтобы положить этому конец, которые, считая себя наследниками Вашингтона и Франклина, сидят сложа руки и говорят, что не знают, что делать, и не делают ничего, которые даже откладывают вопрос о свободе до решения вопроса о свободной торговле, и свободно читают после обеда прескуранты вместе с последними вестями из Мексики и засыпают над ней. А каковы нынешние расценки на честного человека? А каковы расценки на патриота? Они сожалеют иногда, составляют петиции, но ничего не делают всерьез и с толком. Они ждут сочувственно, чтобы другие устранили зло, и чтобы им больше не пришлось огорчаться из-за него. Самое большее, на что они готовы для правого дела, это ничего не стоящее голосование, велая поддержка и пожелание удачи. На одного добродетельного человека сегодня приходится 999 покровителей добродетелей, «Но легче иметь дело с обладателем чего-либо, чем с его временным хранителем». Вот, это Америка тех лет, Америка даже против собственной войны когда-то выступала, общество, интеллигенция тоже была поражена, но Калифорния и Техас, которые присоединились после этой специальной военной операции, они как-то сгладили все, и люди бухтеть перестали, люди бухтеть перестали, как и Торо тоже перестал после этого бухтеть. В общем, это было такое маленькое, яркое, гордое представление американского общества. Да, это вот было, знаете, такое, яркая вспышка свободы. А в этот момент, когда война идет, что же было по другую сторону баррикад? А это наш герой. Я, конечно, не взял более молодой портрет, взял его с усами, но это Порфирио Диас, омолодите его, потому что более ранних портретов у него нет. А вот со стороны Мексики это, это катастрофа была. Вот, если с американской точки зрения это была война, ну, они грустили по ней, да, но для Мексики это была катастрофа. Мексика и без этого расшатывалась как ни, вот как ни в свое, понимаете? Это было время такого политического конфуза, такого унижения. Мексика была однажды империей. Наполеон хотел построить империю в землях Мексики, Новой Испании. Новой Испании считала себя вообще, в принципе, империей Испании, первой пришедшей европейской державой в Новый Свет, и она имела права. Она хотела показать обладание Новым Светом. Если подумать, то латиноамериканцы имеют большие права на Новый Свет. Они первые, кто там создавали государство, у них высокая культура и так далее. Это национальная гордость Мексики. И вот вдруг, понимаете, в эту национальную гордость ударяют прямо-то кинжалом в грудь. И вы ничего не можете поделать. Американские войска наступают со всех сторон. И вот в этой войне нету ни одного сражения выигранного. Все сражения Мексика проиграла. Да, было героическое сопротивление. Да, были, конечно, эпизоды невиданного мужества. Но Мексика в 1948 году сдалась полностью. Это была капитуляция. Это даже не был мирный договор в прямом смысле слова. Это была капитуляция. Это была капитуляция на сдачу на милость противника. Это не когда ты подписываешь договор, а уже когда от страны ничего не осталось. И вот обеднев. Причем, знаете, отдельно-то обидно обеднев чем? Мексика потеряла из этой войны Калифорнию и потеряла Техас. Два символических штата. Очень богатая Калифорния и плодородный Техас. Вот два штата символичны даже для нас сейчас. Чего там для американцев? Это богатейшие территории. И вот Мексика стала превращаться в то, что мы видим сейчас. Мексика оказалась погруженной в пучину сумасшедшего конфликта. Как только война закончилась, как только был подписан этот чудовищно унизительный мир, Мексику начало трясти. Мексику начало трясти. В этот момент Порфирио Диас произносит свою фразу, знаменитую, вошедшую в историю. Бедная Мексика. Так далеко от бога и так близко к Америке. Вот, понимаете, оно. Но чтобы пойти дальше, вам нужно понять, а с чего это вот, как она пришла к этому, Мексика. Конечно, это не фотография того периода, но вот представьте себе эти поля мексиканские. Чем горда Мексика? Это равнины, плато, это теплый климат, это плантации, это горы, это стекло, это руды. Вот Мексика еще во времена испанского владычества, она стекло поставляла. Золото, наконец. Золото, разумеется, как еще. Это золото, это платина, это богатейшая земля в плане ресурсов. В плане ресурсов. И вот эта богатейшая земля имела такую чудовищную участь. В 1821 году, когда она еще отделялась, эта земля, в принципе, могла стать круче, чем Соединенные Штаты. У нее было больше даже перспектив, чтобы начать вот победоносное шествие и опередить Штаты. До 1836 года примерно ВВП. Конечно, это все спекуляции, но примерно экономический уровень Америки, Соединенных Штатов тех лет и Мексики в ее границах в тот момент. Это было, конечно, граница с Техасом и Калифорнией. Не забудем про это. Но они были сопоставимы. Мексика была наравне. И вот начался сумасшедший кризис. Бесконечное вторжение. Бесконечное вторжение. Мексика пережила в 1829 году вторжение Испании. Потом вторжение Франции в 1938 году. Эту страну испахали колонизаторы, понимаете, не давали развиваться никак. Мексика только произвела независимость, как ее сразу Испания захотела вернуть. Испания отправила карательную экспедицию, она потерпела крах, произошла революция. Испанцы ушли. И сразу пришли французы в 1938 снова пытаться отжать Мексику, но только себе. Но это улеглось в 1938 году. Ладно, улеглось, успокоились. И вот с 1928 по 1957 год эта несчастная страна меняла президентов со скоростью света. Не было в истории такой сменяемости власти, такого краткосрочного правления у владык Мексики, как в этот самый период. Вот угадайте, сколько президентов Мексика узнала за неполные 30 лет. С 1828 по 1857 год. Попробуйте угадать, сколько было президентов Мексики. Это показывает, что, понимаете, даже не два, даже не три в год. Бывало, что по четыре в год президента. Это как-то, знаете, это вот, представьте, вы просыпаетесь, у вас один год с одним президентом, в следующем месяце у вас другой президент. А уже к концу года четвертый будет или десятый. 20, 18, 50, 50 президентов. Мексика за, там, неполные 30 лет, 50 президентов. Причем были моменты, когда президенты в один год менялись. Просто вот, просто вот. Это не выборы, да. Я понимаю, как смешно это будет звучать. Было время, когда президенты даже в один год сменялись. И это не выборы. Это не выборы, как вы понимаете, да. Ну, бывает, знаете, время, когда президент меняется в один год, это время выборов. Я напоминаю вам, потому что, ну, знаете, может, забыл, что существуют выборы. Мексика очень избирательно и, надо сказать, не без лишнего изящества обходила демократические процедуры. И вот у нее ничего не получалось. В то время, как Америка, она строила институты, в то время, как Америка завоевывала новые рынки, в то время, как Америка открывала банки, развивала плантации. Дробила эти огромные латифунди, распределяла эти богатства более разумно, скажем так. Я бы не сказал, чтобы разумно, но более разумно. Более разумно блага просачивались на все американское население. С Мексикой произошло совершенно другое. Мексика стала напоминать пустыню. В центре которой одна столица, Мехико, управляла всем, выкачивала из себя ресурсы и ничем не занималась, кроме грабежа. Ничем. Вот набобы, как колониальные набобы, новые мексиканские владыки один за другим высасывали все в центры. Уже где-то к 50-м годам 19 века Мексики остался примерно один город, куда можно было приехать, это Мехико. А все остальные города по остаточному принципу. Вот это Мехико так разрослось, что трудно было уследить за его бурным ростом. Но это был единственный город, который вообще рос. Там на полях крестьяне не знали, как выплачивать те огромные пошлины. Были там сумасшедшие латифундисты. Они до 90% земли все прикупали себе. Были чудовищные монополии. Не было никакого частного предпринимательства и бизнеса. Задавливали, задушивали все эти зачатки на корню. Никаких разбивок на латифундии не было. Никаких гомстед-актов, как в Соединенных Штатах, например, был принят, не было. Крестьяне не были наделены землей. Они нанимались, вольно-наемные работники на плантации. А плантаций было немного, потому что вся власть в небольших руках была сосредоточена только в Мехико и все. И вот история Мексики до 57-го года, это вообще история, где можно одной строкой все описать. Приходил один, его отпинывал другой, и все повторялось. И все повторялось. Приходит один диктатор, другой диктатор, император даже был в этот момент. И они все, они воспроизводили одну и ту же систему. Систему простую, систему понятную. Система побольше выжать. Они воспринимали Мексику как живительную, как ресурс. Мексика для них была ресурсом. И вот они стремительно высасывали, выдаивали Мексику до нитки. Отчего Мексика до сих пор такая нищая? Это вот во многом из-за того, что происходило с 28-го по 57-й год, это время тотального ограбления. Людей ограбили. Причем людей грабил каждый. Они притворялись разными народными любимцами, но не проходило и трех месяцев, как эти народные любимцы. Быстро обрастали дворцами, одевались в парчу, в дорогой бархат и становились ничем не лучше тех же прошлых господ, которых свергали. Но выделялся на фоне этих самых временщиков один. Один любопытный президент. Его надо, конечно, особо отметить. Это Санта-Анна. Это тоже интересный персонаж, который изучают в Америке. Это тоже любопытнейший персонаж. Это колоритнейший образец вот той эпохи. Санта-Анна с разными промежутками времени, не все подряд, но так, плюс-минус, правил 15 лет в период с 1833 по 1855. Ну, почти 15 лет с перерывами в этих промежутках, потому что его свергали. Санта-Анна – это непотопляемый президент. Знаете, Санта-Анна – красавчик. Его сколько не сваливали, сколько его не пытались убить, сколько покушений он не пережил, сколько его не двигали, сколько его не... В общем, что не происходило, какой кризис бы не ударял, он всегда возвращался. Поэтому Санта-Анна – бумеранг. Санта-Анна – бумеранг. И он держал власть, не отпускал ее через временщиков, через своих там Дмитрий Анатольевичев всяких своих. Он прокладки подстеливал, прокладывал прокладки, потом приходил на выборы снова, потом побеждал снова в выборах. Это долгая история. Важно отметить, что он был тогда у власти, когда наш Порфирио Диас управлял страной. Еще интересный момент, который стоит выделить в этом человеке, то, что он, конечно же, был шизом. Разумеется, это самое важное, что стоит отметить вместе с тем, что он был президентом. Он был эталонным адептом альтернативно одаренного человека. Я бы сказал, что это эталон интеллектуала. Это был мужчина честной судьбы. Это был разумист, дошедший до 99 уровня. Это был человек, который просмотрел все 999 серий One Piece и не свалился в обморок. Это был человек, который полностью отсмотрел Twin Peaks. В общем, это был сверхразум. Один из эпизодов сверхразума я вам приведу. Когда он воевал за независимость Техаса, а вы помните, что Техас очень хотел отсоединиться от Мексики, его подстрелили. Во время сражения он потерял свою ногу. Вот сторонники независимости Техаса, местные энтузиасты, фермеры и стрелки провожают нашего дорогого Санта-Анну в путь к своей Мексике. И вот Санта-Анна как бы говорит, ну что вы, что вы, что бухтите, что бухтите? Ногу у меня оторвало. Как вы себя чувствуете? Ногу у меня оторвало. Что, как я себя чувствую? Эту ногу, которую ему после выстрела пришлось ампутировать, он всегда носил с собой. Он приказал изготовить для своей ноги футляр. Ее поместили в формалин, мумифицировали, и на каждый свой поход, куда бы он ни отправлялся, нога его, настоящая нога отрезанная, всегда путешествовала вместе с ним. Когда он въезжал в президентский дворец, за его кортежем следовала мумифицированная нога. Даже на представлениях и балах, где он был вынужден танцевать с протезом, он носил своим пажам свою ногу. То есть вы должны понять, что она, конечно, пахла. Потому что в тот момент технология формализации, технология бальзамации была не так развита. Нога, конечно же, смердила. Так вот, на светских раутах, куда бы он ни приходил и был вынужден танцевать, он приносил и свою ногу. А когда он ездил в Соединенные Штаты и говорил с президентами Соединенных Штатов, он вместе с собой вез, конечно, как отдельное лицо свою ногу. Даже в один момент он приказал поклоняться ей. Вы понимаете, это наш человек, это база, пошла база, пошла вот мякотка. Даже был культ, культ Святой Ноги. И Ноге Санта Анны поклонялись как мощам. Ну, а значит, почему? Почему Санта Анна ногу не захоронил? Ему все говорили, ну, Анна, ну хватит, мы выкупили прикол. Захорони ты эту свою ногу, ты же все равно не вставишь ее обратно. А вот угадайте, что Санта Анна думала об этой ноге. Почему он ее сохранял и всегда носил с собой. Вот кто угадает, получит пирожок. Давайте, давайте, угадайте, почему Санта Анна всегда своей ногой таскался. Да, 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 конечно. Эталон базы, абсолютно. Сначала ноги несли, потом он нес свои ноги. Вот. Не всякий будет так привязан к своим ногам. Поняли, да? А вот он был предан своим ногам. Предан. Хотел, вот правильно, кстати, Кирилл, Кирилл Ф, вы правы, вы правы, вы угадали, возьмите с полки пирожок. Видите ли, Санта Анна верил в технологии, несмотря на то, что приказал поклоняться своим ногам, своей ноге. Он верил в технологии, он был технократом, он был, он не был ученым, но он верил в науку, и он верил, что очень скоро ученые придумают, как обратно ногу вернуть ему. Он не любил протезы, хотя протез у него был сделан из красного дерева. Ну, что вы думаете, откуда деньги были взяты? Деньги были взяты из взяток, которые он брал. Так вот, несмотря на то, что он был коррупционером и взяточником, он мечтал о высоких технологиях, он хотел, чтобы когда-нибудь ученые смогли это вернуть ему назад ногу, поэтому он всегда носил ее с собой. Наверное, Санта Анна бы расстроился, разочаровался в прогрессии, в технологиях, узнав, что и в 2022 году ученые пока не могут обратно пришить тебе ногу с костью прямо. Ну, это было бы для него разочарованием, он верил, что в 1850-х годах человечество стоит прямо на пороге прорыва в хирургии. Он был прав. В 1850-м году действительно человечество стояло на пороге новой революции хирургической, появилась регулярная медсанчасть в войсках, и Крымская война показала, что необходимы хирургические вмешательства, но это была не такая революция, которую хотел Санта Анна. Расстроившись в том, что он никогда ногу не пришьет обратно, он ее похоронил в Мавзолее. И нога Санта Анны, как его протез, хранятся в музее. А вторая нога, у него было несколько ног, он любил менять ноги свои, понимаете, у него была одна нога для бала, другая нога для официального приема, третья, деревянная, естественно, деревянная, деревянная нога была у него для похода в парки, в общем, у меня ноги на каждый день. Не буду намекать на того, кто любит руки, а вот Санта Анна любил ноги, у него были ноги на каждый день. И вот часть ног его хранится в Мексике, а часть в Соединенных Штатах. Соединенным Штатам он, кстати, подарил свою ногу, но не настоящую, а деревянную. И в Соединенных Штатах находится нога Санта Анны. Жизнь нужно прожить так, чтобы твои ноги поклонялись в музеях, как экспонату, потому что его нога стала историческим экспонатом и реликвией, и ей был возведен мавзолей. Вот что называется, я говорю, база. Это абсолютное, вот что называется, величие. Величие человека определяется историчностью его ноги, историческим значением его частей даже. Ну так вот, вы получили, я полагаю, представление о том, какие люди правили Мексикой в этот период, да? Я думаю, достаточно вам рассказал, чтобы перейти уже к персонажу, менее известному, но сыгравшему в истории Порфирио Диаса ключевую роль. Бенито. Бенитушка Хуарес. Если вам проще, можете запоминать его немного по-другому. Бенито Хуарес. В этот момент, пока правил Санта-Анна, у него был оппозиционер, противник Санта-Анны, Бенито Хуарес. В отличие от Порфирио Диаса, Бенито Хуарес был просто настоящим коренным жителем. Он родился в семье индейцев. Ну, индейцев Мезоамерики, естественно. Его родня, его мама и папа были коренными жителями Мезоамерики. И вот его жизнь была еще больше не сахар, чем у Порфирио Диаса, но он вырвался в политику в этот момент. И он представлял либерально-демократическое крыло оппозиции Хуареса. Причем, что любопытно, он происходил из того же города, родного, что и Порфирио Диас. Это Оахака. И этот был, знаете, вот, кто такой Бенито Хуарес? Это Владимир Вольфович Жириновский. Чтобы вам было понятнее, это местный Владимир Вольфович Жириновский, если бы он родился где-нибудь в Перми или в Пилыме. То есть, где-нибудь подальше от Москвы. Оахака, город, в котором он родился, это родной город Порфирио Диаса, и в этом городе засверкала его звезда. Он был избран губернатором. А был он харизматичным, был он веселым, был он либерал-демократом. И он был таким либерал-демократом, как Жириновский в смысле юмора. Он всегда юморил, умел находить общий язык с любым гражданином, он умел метко подстебать, метко пошутить. Его шутки ударяли в цель, и его шутки были всегда смешные. В общем, как бенефис Владимира Вольфовича на передаче Соловьева «Воскресный вечер». И вот этот человек стал кумиром Порфирио Диаса, потому что в 86-м году, ой, извиняюсь, в 40-м, в 46-м году, когда стало понятно, что Америка побеждает Мексику, еще тогда, будучи губернатором Оахака, Бенита Хуарес отказался посылать оахакских мужчин на войну. Он сказал, что Оахаки не будут посылать никаких бойцов на фронт. Не будут никаких бойцов посылать. Это был вызов, понимаете? Тогда президент Санта-Ана выступил против, выступил против, и он считал Бенита Хуареса личным врагом. Он хотел от него избавиться. А вот в этот же самый момент в деревню Оахака приезжает Порфирио. И юный Порфирио примыкает к флангу Бенита Хуареса. 2 февраля 1948 года Порфирио возвращается в родной город и начинает учиться у своего духовного отца. Так вот Хуарес духовный отец Порфирио Диаса он ну как как бы сказать ласковый но жестокий. Он хитрый безусловно хитрющий человек. Хитрющий. Он вовсю использовал свое происхождение. Он вовсю он кстати говоря у него еще более бедная репутация. Бенит Хуарес не умел говорить на испанском языке до 12 лет. Он даже после 12 лет плохо говорил на испанском. Понимаете? Он плохо говорил по-испански даже уже находясь во взрослом возрасте. Представьте как кринжово выглядели его выступления. Но люди слушали. И в общем Порфирио влюбился в этого персонажа решил под его началом сделать себе карьеру. Он не знал что тучи над ним уже нависает потому что Санта-Анна победил на выборах после поражения в войне. Санта-Анна я говорю еще раз он фантастический комбинатор он побеждал во всех своих политических распрех и баталиях. и вот значит в 1953 году Санта-Анна снова на коне и вот молодой подающий надежды Порфирио принимает решение стоять за Хуареса выступить против президента легального президента на свободных выборах нация выбрала Санта-Анну вообще-то вот того с ногой значит это многоножка многоножка снова победила на выборах ну и конечно Порфирио понимает что ему нечего ловить он идет служить под началом Бенито Хуареса а тогда Мексика была чтобы вы понимали страной конечно же унитарной но опять же у нее была такая изнанка Мехико контролировал все но только экономически политической власти в окраинах уже не было и хотя формально вся экономика была в одном месте политика была уже не в одном месте политика была в одном месте в другом смысле а вот что касается географии не в одном так что Хуарес защитил в своем губернаторстве молодого Порфирио и они решили организовать что называется резкий отрицательный рост власти его светлейшего высочества Санта-Анна кстати я забыл сказать как только в 53 году Санта-Ана снова вы не поверите победил и кстати 11 раз 11 раз он побеждал на выборах это непотопляемый человек Санта-Ана каждый раз побеждал и он один из самых долгоиграющих политиков Мексики за исключением нашего героя когда он победил он провозгласил себя его светлейшим величеством и попросил себя отныне именно так и называть то есть не по имени к нему должны были обращаться Санта-Анович а ваше светлейшее высочество ваше светлейшее высочество ваше благородие ваше величество надо было называть нового президента Мексики что называется человек не стеснялся и у него комплексов точно не было возвращаемся к нашему чудесному триумвирату я говорил уже напомню о том что в 1853 году наш любимый Санта-Ана выиграл такие выборы и у него окончательно сорвало крышу он провозгласил себя королем и приказал общаться только с ним как с титулованной особой никак иначе кроме как его светлейшее высочество то есть он потерял имя он теперь не Санта-Ана а буквально его светлейшее высочество и первый свой шаг его светлейшее высочество дискредитировал Бенито Хуареса и отправил его в ссылку Бенито Хуарес выбывает из игры Порфирио Диас игру принимает в тот момент находится на окраине в провинции и пытается чем-то хотя бы сопротивляться но ничего не выходит губернаторами меняют и следующим шагом Санта-Анны было бы уже задержание и арест Порфирио поэтому Порфирио делает то что делает обычный мексиканский парень он берет ружье берет лошадь и отправляется в горы партизанить Порфирио Диас берет этот мощный инструмент в свои руки начинает партизанскими движениями быстро щекотать так позиции его светлейшего высочества ну а как вы понимаете в этот момент уже Мексика разочаровалась в Санте-Ане поначалу это был герой войны и его эксцентричность принимали за позу но теперь Санта-Ана двинулся Санта-Ана окончательно съехал с катушек он теперь уже в мантии горностаевой он теперь его светлейшее высочество страна понимает что он двинулся головой страна понимает что он сошел с ума и поэтому Порфирио не так уж трудно найти сторонников чтобы свергнуть его светлейшее высочество он партизанит и к нему присоединяется все больше и больше людей это уже одиннадцатый срок президентства его светлейшего высочества и я бы мог даже процитировать эту фразу если бы она не была такой прекрасной как говорится что это такое два срока два срока восемь лет так это же с ума сойти можно на восемь лет а я уже уже я пятнадцатый год во власти это уже одиннадцатый мой срок президента что вы думаете про четыре пять сроков этот парень уже одиннадцатый срок президент понятно что у него с головой не все будет в порядке естественно народ понял либо мы его убираем либо всем нам хана в конце концов Порфирио сумеет сколотить банду которая поможет наводнить покой и порядок в своем городе Оахаку а затем двинется уже и на Мехико и произойдет нечто действительно поразительное консолидация оппозиции по всей Мексике начнут собираться стихийные митинги будут устроены забастовки и вот на волне этих забастовок даже там будет сражение в котором отличится Порфирио Диас будет низложение Санты Анны народ Мехико встретит это низложение с большим восторгом Санта Анна уйдет в отставку и вот кажется в этот момент для всех кажется наступило вот то золотое время мир либералы пришли к власти обычно Порфирио Диас ассоциируют с такими консерваторами но он начинал как либерал либеральная партия приходит к власти и вот наконец с 1828 года прошло 30 лет ну почти 30 лет все мир мир в этой стране наконец мир закончилась тирания кажется закончились репрессии кажется кажется людям что свобода наступила даже более того проекты уже на будущее выдвигаются людьми вот теперь наступит покой теперь теперь наступит уже мир но господи это Мексика и поэтому первым шагом свободной демократической власти станет принятие новой конституции по которой она ограничит влияние церкви на жизнь государства вот этого не надо было делать честно не надо было потому что новые либералы которые новые либералы которые приходят к власти они чудовищно чудовищно заинтересованы свержении церквей свержении католических монастырей и они проводят секулярную реформу и включают пункт об отделении церкви и государства в новую конституцию Мексики и вот это взрывает опять Мексику изнутри вот казалось бы да все было хорошо все уже победили уже вроде Мексика должна развиваться как нормальное демократическое правое государство а ведь нет опять пошло по прежнему выступают клирикалы и это война которая начнется сразу после победы над Санта Анной который сбежит получит название ля реформа ля реформа удивительно но война будет называться реформистской война за реформу кратко она будет носить именно вот такое название ля реформа и хотя я согласен с названием оно красивое смысл вам не понравится в этой войне католическая церковь пыталась вернуть себе свои прежние привилегии в 1860 году началось вот просто опять противостояние гражданской опять Мексика между двумя жерновами католических реакционеров и либералов прогрессистов будет схлестнуто уничтожено и опять вот все что опять жирком наросло за время Санта Анны опять будет уничтожено я не случайно заостряю ваше внимание на том что происходило в Мексике в этот момент Порфирио Диас родился из этого всего он родился за ну почти 10 лет прошло с момента когда эта страна отделилась от Испании не прошло и 10 лет как она снова ввязалась в войну понимаете а потом еще интервенция 2 иностранных интервенции 2 войны причем одна из них это катастрофическая война с Америкой вторая война это война будет с Францией и 10 гражданских противостояний уже внутри по поводу реформы католического вероисповедания по поводу реформы судов администрации по поводу реформы избирательного права по поводу реформ автономии это вот 30 лет бесконечных перетурбаций кабинета смены элиты и вот вот все закончилось и опять война несколько месяцев не прошло этого мира опять война Порфирио Диас отличался там очень большим мужеством надо сказать он самолично возглавил атаку как-то лично командовал войсками и удостоился тогда одного из высших орденов и звания генерала генералом он на этой войне обрел генеральский чин и его написали такой портрет красивый и вот вот что вы думаете да эта страна вышла из ля реформы 1862 год на дворе страна вышла из потрясений еще одного уже когда казалось что мир да она еще раз войну ввязалась два года велась чудовищная война от Испании не осталось камня на камне Испания настолько обеднела что когда в 62 году правительство снова встало во власти оно выяснило что стране дефолт она не может платить по внешним долгам в стране нету денег просто и вот как вы думаете что произошло вы знаете что потому что у нас была лекция на эту тему угадайте что произошло с Мексикой когда она выползла из всего этого ну вот понимаете вы уже выползаете 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 из этого всего да уже свет уже свет в конце туннеля уже видно его да что вы думаете происходит что происходит в этот самый момент дворцовый переворот новая интервенция совершенно правильно и возглавляет император Наполеон Третий помните у нас был стрим про Наполеона так вот Наполеон услышал о том что долги чудовищные у Мексики а выплачивать их нечем а основной кредитор это это Франция Англия Англия отскочила сказала что ничего не имеет против кредита будете выплачивать под большие проценты а Наполеон решил военная интервенция вот представьте лица мексиканцев мексиканцы я слышал тут у вас было два противостояния гражданских 10 переворотов кабинета 50 50 штук президентов 3 больших войны и еще одна маленькая революция давайте добавим еще одну интервенцию а это классная тема и господи да новая франко-мексиканская война господи многострадальная Мексика от нее и так уже живого места не осталось и вот в этот момент пока живого места не осталось когда тебя уже добили да а давайте ка мы еще и бац 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 вы все знаете французские войска высаживаются в Мексике и начинается уже вторая по счету за 30 лет мексикана французская война ошибаюсь даже не за 30 лет там за за 20 лет одна за 20 лет война вторая уже война за 20 лет опять на территории Мексики опять французские сюда входят залив но на этот раз все меняется все меняется испанцы бывшие испанцы нынешние мексиканцы не хотят отдавать Мексику в руки захватчика уже не хотят не хотят отдавать они хотят сражаться и лидером этого сопротивления будет выступать Порфирио Диас Порфирио Диас лично поведет на коне в атаку под Пуэбло отряд своих конных войск не для всех 4 ноября является праздником но в Мексике это праздник потому что в тот день состоялась знаменитая битва при Пуэбло это был чудовищный разгром Франции Франция потерпела сокрушительное поражение и главным героем стал Порфирио Диас лично отвагой генерал национальный герой если до этого времени он был только либералом узко направленным либералом в узких кругах известным то после Пуэбло после сражения при Пуэбло он стал героем всей нации он стал героем который ведет солдат на битву уважаемый азартный мор я отвечаю на донаты когда донаты приходят в тот момент когда мы заканчиваем смысловую часть лекции потерпите так вот действительно главный герой этого события был Порфирио Диас и вот он вроде бы начинает подниматься как вдруг новая интервенция Франция которая перегруппировалась снова атакует Мексику и вот на этот раз успешно Мексика опять оказывается в тисках уже французской администрации и это никому не нравится никем не терпится и не терпится по большей части тем кто затевал все это то есть Франц Фердинанд очередной преемник Наполеон хочет поставить Франца Австрийца престол Мексиканской империи это ему удается и вот на некоторое время существует такая парадоксальная испанская Мексиканская империя на территории Франции она быстро уходит да это была очень кратковременная наполеоновская удача и вот за место него вновь поднимается теперь уже теперь уже президентом после этих восстаний перетурбации президентом страны становится Бенита Хуарес тот которого изгнал его светлейшее высочество а ныне главный герой национально-освободительного движения из эмиграции вернувшийся победитель на выборах 62-го года 67-го года Хуарес становится новым президентом после Санта-Анны после короткого периода правления Франца первого наконец снова демократический президент и он идет на первый срок и идет на второй поначалу Порфирио Диас уступает саму конкуренту это его учитель он не может ему противиться для него Бенит Хуарес это святой человек он уступает тем более он молод ему 40 лет с чем-то в тот момент пусть пусть он пойдет а потом следующим как он считает после Бенита Хуареса президентом будет он поэтому он ждет он возвращается к себе на ранчо в Оахаку и пишет мемуары ну вот наступает 67 год и все ждут когда Хуарес объявит преемника пацаны дорогие друзья уважаемые мексиканцы вот уже два неконституционных срока а по конституции надо только один напомню вот уже два неконституционных срока я нахожусь у власти и как бы многие сказали это время когда человек должен сказать все я исчерпал себя я ухожу в отставку ну то есть это время когда кто-нибудь другой сказал бы что я ухожу в отставку я не ухожу в отставку я буду править тут вечно I'm immortal I'm immortal да и как только он это сказал Порфирио Диас понял что его патрон Бенито Хуарес стал ничем не лучше его светлейшего высочества Санта Анны и соответственно у него поехала крыша а значит и он досмещать и да да снова на коне Порфирио Диас пытается поднять восстание против Санта Анны восстание против Санта Анны но в этот раз терпит неудачу он снова скрывается в горах снова партизанит но неудача за неудачей и Бенито Хуарес злится и отправляет в догонку карательные отряды его оппозиция его друзья перебиты оппозиция уничтожена и вот тут должен быть конец и эпилог истории Порфирио Диаса потому что его предали союзники никто за него не вступился и он остался один на один против Бенито Хуареса но последний момент вмешалась судьба Бенито Хуарес 18 июля 1872 года умирает от инфаркта непонятно был ли он встревожен тем что идет против своего бывшего ученика переживал ли он за это или это было от возраста он тогда был немолодым человеком но Бенито Хуарес умирает 18 июля 1972 года трагически трагически умирает и в этот самый момент на место Хуареса встает его преемник преемник в общем-то тоже известный Лердо де Техада Лердо де Техада он косоглазием страдал это никак не красило его вид но это придавало ему шарм я бы сказал так вот этот самый человек страдающий разно направленным зрением Лердо де Техара был готов готов договориться вот если Хуарес хотел уничтожить Порфирио Диаса то Дехада хотел в принципе сохранить себе власть поэтому он он решил проверить почву и поэтому отослал гонца с вопросом ну как мир мирись 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 и больше не дерись я вообще за мир я не хочу никого там знаете там убивать я человек гуманный я гуманный я гуманист Лердо Де Техара как вы понимаете прожил недолго со своим гуманизмом именно потому что он был гуманистом сразу почуяв что Лердо Де Техара не будет ему препятствовать Порфирио Диас сбежал в Соединенные Штаты там договорился с американскими бизнесменами о поддержке его претензий на власть и отстранил в результате военного переворота Лердо Де Техара от власти Лердо он не хотел уже воевать когда первый город был занят войсками наступающего Порфирио Диас он сказал ладно я сдаюсь я сдаюсь please don't kill me don't kill me ну в общем как вы понимаете дальше все и так понятно он был отстранен от власти с этого момента закончилась история наследников Бенита Хуареса и его креатуры Техары и началось правление Порфирио Диаса на своих первых выборах он шел с программой которая получила название нет переизбранию никакого переизбрания он хотел показать народу что вот теперь все будет по-честному его предшественник переизбирался два раза его предшественник одиннадцать раз переизбирался но теперь Порфирио Диас единственный человек в истории пока что Америки в истории Мексики конкретно который сказал твердо и четко. Никакого переизбрания не будет. Твердо и четко, да? Порфирий Одессович, твердо и четко, никакого переизбрания. Я не буду повторять ошибок моих предшественников. Не буду. Эта страна, напомню, знала уже таких фантастических персонажей. И вот понимаете, поверили. Поверили, хотя знали, что обманет. Знали, что обманет. А почему поверили, многие спрашивают. себя в тот момент. Задавались и вопросы в 1877 году, когда состоялись эти выборы. Ну, 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 как же они поверили? Ну, они же, что страна, которая, она столько пережила, она поверила ему? Да вот понимаете, в этой стране было три интервенции уже. В этой стране две гражданских войны прошло. В этой стране одна империя рухнула. В этой стране с Соединенными Штатами потеряны сумасшедшие богатые территории. Да народ уже устал. Он хотел одного. Чтобы пришел человек с железной рукой и навел порядок уже. Да чтобы он каким угодно был, пусть наведет порядок. Надоело это все. Это вот постоянная смена кабинетов, чехарда. Да это уже, уже всем поперек горну было. И они закрыли глаза. И проголосовали за Порфирио Диаса. И поначалу Порфирио Диас сдержал свое слово. Поначалу он сдержал свое слово. И на вторых выборах он не избирался. Но он позаботился о том, что его наследник, его будущая креатура, которая придет за ним, сделала все, чтобы возненавидел народ ее. Сделала все, чтобы его креатура... Кстати, Лэр Ди Ди Хара тот же самый. Лэр Ди 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 Хара стал его кандидатурой. Тот самый, помните, который с разноправным зрением стал заменять. Он сказал ему настолько непопулярно реформу проводить, что после кратковременного четырехлетнего правления Лэр Ди Ди Хары народ стал снова умолять его, умолять его пойти на второй срок, что было против Конституции. И когда народ стал его упрашивать, он тоже заупрямился. Ну давай, давай, иди на второй срок, иди на второй срок, ну ты че, не мужик что ли? Пацаны, я уважаю Конституцию, я чту законы Мексики, моя программа тверда и читка, как кремень, никаких переизбраний, никаких. Я не буду нарушать Конституцию, не просите меня, но один раз, понимаете, не вот это самое, понимаете, да? Это же, это же просто один раз. Это один раз, ну, ну че, Порфири, ну ты шо, не мужик? Ну один раз, возьми да сделай второй срок. Но все хотят второй срок, так иди, что второй срок? А я вообще за большинство. Вот как большинство скажет, так и я скажу. Ну давай, ну все мы тебя упрашиваем, ну что-то, ну в Конституции, товарищи, написано, не могу. Вот не могу и не могу, не могу. Это закон. Закон в нашей стране суров, но это закон. Я патриот, я человек, защищающий закон. Ну давайте хотя бы одно исключение. Ну господи, закон ведь из того, и чтобы его исключать, так сказать. А может быть мы это сделаем, как ваш новый срок, да? Это же не тот срок, это новый срок. Юридически мы можем сказать, что мы практически в нулевой срок вошли. Ну, если вы настаиваете. Я вообще очень против этого. Это нарушение Конституции. Но в таких условиях тяжелых, я думаю, другого выхода у нас, наверное, нету. И народ сам его поднял на руках и пронес, пронес, пронес по площади прямо в президентский дворец. Ну что ж, началась эпоха Порфириата. Это эпоха после многолетнего сумасшествия 30-летия, время, когда не менялся никакой президент в Мексике на протяжении 36 лет. Иногда понимаешь, что лучше короткие сроки президентов, но зато четкие и слаженные, чем бесконечно чехарда, а потом 30 лет застоя. И это скоро Мексика вся узнает на себе, как это хорошо, потому что Мексика желала, чтобы у нее было все стабильно, и Порфирио сделал все, чтобы все было стабильно. Порфирио Диас, я лицо стабильности, стабильный Порфирио Диас будет править Мексикой следующие 36 лет. Что называется... Да, 36 лет. Много! Еще одной идеей, лозунгом Порфирио Диаса стал такой красивый оборот сленговый, можно его назвать, выражение «pan o palo» или «хлеб или палка». «Pan» — это хлеб, «palo» — палка. То есть подразумевается «хлеба» или «палки». Хлеба для друзей, палка для... Ну, вы понимаете, это вертикаль. Не шатайте нашу вертикаль. Я столько лет сражался за Мексику, и теперь не позволю, чтобы она упала в руки каких-нибудь проходимцев, аферистов с большой дороги. Нет, Мексика должна принадлежать только одному человеку, нашему человеку, и этот человек я. Так что все, кто будут добры ко мне, получат хлеба, а все, кто недобры, насадятся на палочку. Кстати, это было действительно сленгово. Это настолько же сленгово, как, например, наша швабра. То есть можно иными русифицировать выражение Порфирио «хлеб» или «швабра», «пряник» или «швабра». По-русски «пряник» или «швабра», по-испански «хлеб» или «палка». А еще был такой, как бы приписываем Порфирио, девиз. «Собака, у которой в зубах кость, не лает и не кусает». Вот так, понимаете? Не лает, не кусает. Надо дать популюсу, народу, то есть, народу. Пипл, мой пипл, должен быть сытым, чтобы не бухтеть, чтобы не бухтеть. И начинается эпоха долгого-долгого застоя. Долгого застоя. Ах, надо сказать, что любимой фразой, которую позже сказал один из генералов Санта-Аны, была вот такая фраза. «Пройдут сотни лет, прежде чем мой народ Let my people go!» Практически так, да-да. «Пройдут, может быть, сотни лет, прежде чем мой народ, мексиканский народ, будет достоин свободы, они не знают ни то, что такое слово «свобода», ни то, кто они сами такие. Поэтому деспотизм является подходящим родом власти для них», как он сам заявлял. Он опутал Мексику сетью патрон-клиентских связей. В обмен на поддержание порядка в уверенных им провинциях он подкупал аристократов, раскрупнял латифундии, жестко централизовал аппарат. Его политика вообще получила название «демократия без демократов». Порфирио одевался как король какой-нибудь, в мундире военном выступал. Он был одним из первых латиноамериканских, в прямом смысле, диктаторов. Вот диктаторы XX века могут позавидовать Порфирио в его изяществе, манерах и выдержке, потому что его народ терпел его очень долго, как и его выходки, которые стоили казне неизмеримых денежных утрат. Демократические институты при этом сохранялись. Выходили газеты, работал парламент, правда, парламент был марионеточный. В нем сидели исключительно люди Диаса, а газеты только исключительно цензурированные выходили. Но, что любопытно, была и оппозиция. Опять же, подчеркну, тут, надо сказать, наш дорогой Диас был новатором. И главным карманным оппозиционером эпохи Порфирио Диаса был Николас Суниги. Николас Суниги был карманным оппозиционером. Единственная его задача была в том, чтобы сообщать народу «Мы здесь власть! Мы здесь власть!» Вообще он жил даже не в Мексике, а в эмиграции большей частью, появлялся на публике редко и крайне неохотно, и вообще смахивал на карикатуру из мультика. Поэтому никто серьезно его оппозиционером не считал, но зато выглядело, как будто бы оппозиция существует. Конечно, у него была и марионеточная партия, и марионеточные функционеры, но все они были на дотациях и на бюджете Порфирио Диаса. Старая добрая история. Кстати, о политике. Во времена Порфирио Диаса сложилась такая максима. Если не Диас, то кто? Но Диас заявлял о себе, как о демократе-примирителе, человеке, который утряс скандалы и склоки, и не может он физически уйти с поста, потому что, ну а кто же еще без меня? Мексика без меня развалится. Или как сказать, ну что вы бухтите-бухтите, бухтите-бухтите-бухтите-бухтите-бухтите-бухтите-бухтите-бухтите. Без меня Мексика развалится! А кто, если не я? Кто, если не я? Скажите мне. И этот лозунг тоже использовался в официальной пропаганде Порфирио. Знаете, Порфирио трудно было эту пропаганду держать в узде. Почему? Потому что он сам был сторонником никаких переизбраний, никаких новых сроков. И поэтому, чтобы формально эту клятву сдержать, как вы думаете, что он поступил, как он сделал, у него была такая задача, быть честным перед своими избирателями, быть честным перед словом. Дорогие мексиканцы! Уважаемые друзья! Я когда-то говорил вам, что я только за один срок бис переизбрания. Я говорил это, кажется, 10 лет назад. Извиняюсь, я это вырвалось, прошу меня простить. Я говорил вам, давно кажется, так давно, что вы не помните, что я за один срок, только за один срок. Но, к сожалению, в нашей Мексике проходят выборы. Они мешают нашему счастью, нашим бесконечным срокам. Как бы вы поступили в этой ситуации? Вот вы хотите подарить Мексике радость. И вы обещали им, что будет только один срок. Но так получилось, что сроков должно быть больше, потому что сроков, в принципе, в Конституции предусмотрено не так много. И вообще есть ограничения на выборы. Выборы должны происходить. Как бы вы обошли эту идею? Давайте, изящно, мои дорогие автократы, мои любимые диктаторы, мои любители разного рода автохтонных персоналистских автократий, как бы вы обошли, будучи лидером страны, Солнцеликим, это ограничение. Какое-то, знаете, мелкое ограничение. Но я давал слово, что будет только одно избрание, только один срок. Я ведь давал этот срок когда-то. Перепишем Конституцию. Нет, нет. Вот, кстати, скажу вам сразу, нет. В отличие от, не будем называть имен, Порфирио по старой Конституции в неизменном виде правил до 1911 года. Аж. И Конституция не менялась. Вот это мастерство, я скажу вам. Вот это мастерство. Да, кое в чем Порфирио не похож на Владимира Владимировича, это тем, что у него высочайший пилотаж был. Нет, не обнуление, не обнуление сроков вокруг враги, пока не поборем под одним лидером. Нет, бесконечный срок, совершенно правильно. Ну, поскольку мы, я обещал только один срок, пусть же мой срок длится вечность, мой народ. Я решил, что отдельно мой срок президентства будет вечен, пока смерть не разлучит нас, дорогие мексиканцы. Я буду с вами. Как это просто мило. Это просто милота. Даже баллотировался в президенты каждый раз его оппонент Николай Суниги. Николай Суниги. И в 880 году, когда Диас вышел в отставку, его соратник Монель Гонсалес выступил в замену него. Он был симпатичнее, помягче. Ну, его ужасающие меры по коррупции настолько всех выбесили, что он решил вернуться. И опять правил страной. Что называется, дорогие мексиканцы, уважаемые друзья, давайте мы немного преобразуем нашу республику, чтобы я был королем. И Порфирио буквально был как будто бы коронованный особой в этих особых условиях. Ему возводили памятники, в честь него писали гравюры. Он выступал на торжественных собраниях, и ему посвящали поэмы, геральдические таблицы, знаки. Вот одна из таких знаковых табличек. Его правительство, однако, не смогло совладать с нарастающим кризисом. Вот все было хорошо в политике. Все были на крючке, все были посажены. И, наконец, мир-то был установлен, и войны не было, что важно, надо отметить, важно. Порфирио Диас не проводил военных кампаний, ни одной. Он помнил. Его история Мексики научила. Что войны прямой ключ к своему концу. Поэтому Порфирио сосредоточился на том, чтобы свою элиту прикормить, иностранными инвестициями забросать, а народ задобрить подачками. Но с народом-то вот как раз все и не получилось. С народом все не получилось. Почему? Потому что вот при Порфирио Диасе Мексика стала загибаться. Да, происходил индустриальный рывок. Да, развивались бурно все сектора экономики при Порфирио Диасе. Но в ущерб населению. Не обогащая народ, а наоборот, обедняя народ. Разрыв между богатыми и бедными рос сумасшедшими темпами. Вот к концу правления Диаса, это печальный итог его правления, только 19% людей было грамотными. Учителя систематически недополучали жалования. Врачей практически не было. Учителя и врачи, и студенты были самыми малообеспеченными, самыми социально незащищенными слоями общества. Да и на это вообще не тратились деньги, это было неважно. Новых школ не строилось. Количество населения вообще строилось гораздо меньше, чем требовалось. Жилищное строительство было чудовищно. Всех в бараки сгоняли, кто приезжал в города. И вообще только Мехико и развивался-то в это время. Почти не было системы медицинского обслуживания. Детская смертность не снизилась, а составила более 400 детей на тысячу. Вдумайтесь, 400 детей из тысячи не выживали в 1910 году. Это 20 век уже, это не 15 век. Но где-то половина детей не выживала после родов при Порфирио-Диасе. Настолько была поставлена медицина, как вы понимаете. Взрослая смертность составляла в среднем возраст 37-40 лет. Люди умирали в 37-40 лет, не доживая до 50 лет. Практически каждый мексиканец не доживал до 50 лет, а каждый второй только до 40. Средняя продолжительность жизни колебалась вот там, не больше, не выше в этих же пределах. 50% жилого фонда считалось лачугами, жилищами, бараками, непредназначенными для какого-либо жилья в принципе. Туберкулез процветал. Малярия, тиф, дизентрия, оспа. Никто этим не заботился, как вы понимаете. Ограничений рабочего дня не существовало. Рабочие работали по 14, по 12 часов и 7 дней в неделю. Забастовки, создание профсоюзов были отменены и запрещены. В законодательном уровне это было просто жесточайшим образом запрещено. Пенсионного и страхового фонда не существовало. Заработная плата, кстати, давайте будем продолжать, потому что кое-кто думает, что это правачество и что это не левачество. А давайте теперь поговорим про заработную плату. Заработная плата при Порфирио Диас выплачивалась не деньгами. Люди работали за купоны. Они выплачивались банами и марками, которые их принимали только в фабричной кассе или в лавке помещика. Добровольно большая часть рабочих, около 200 тысяч человек, составляли женщины. Женщинам платили в два раза меньше. Детский труд не был запрещен. В текстильной промышленности на секретных фабриках использовался труд стариков, заключенных и всех, кого только можно было мобилизовать. Но мало того, что Диас не заботился о своем народе, абсолютно не заботился, так он еще и был глубоко аморальным человеком. В 1867 году он женился на своей племяннице родной. Он вступил в инцестозную связь со своим родственником, что очень плохо. Это не одобрялось католичеством, как вы понимаете. Да, да. И кроме того, он назначил отца своей племянницы начальником министра в правительстве Ледро. И, собственно, открыл дорогу непотизм. Родственники приближенной кормушки Диаса составляли костяк его будущего царствования. Какие были косточки мирному, доброжелательному дворянству? Вот как пишет об этом современник. Он раздавал подачки своему окружению, держал под контролем армию и полицию, а остальное было неважно. Себя президент тоже не обижал, покупал поместья, коллекционировал оружие и даже картины, хотя вкусом не обладал. Сохранились фотографии интерьера его с салон-вагона, нечто среднее между квартирой цыганского барона и борделем для провинциальных нуворишей. Под конец своего правления его даже стали уже, ну, как бы, его стали ненавидеть. Даже его окружение. Потому что он, да, конечно, давал им все, что они хотели, но надоело так долго. И он получил последнее прозвище Эль-Вьеджо. Старик Эль-Вьеджо. От этого старика несло плесенью. От него хотели избавиться. И искали малейшего повода, чтобы только его скинуть. Теперь уже этот старик не удовлетворял и буржуазию. Ей требовалось больше, чем просто подачки. Она не соглашалась на меньшее. А народ, в большой массе необразованный и очень радикальный, не получивший ни своего бизнеса, ни своей собственности, озолился и впадал во все большую ярость. В 908 году Порфирио Диас дал интервью, в котором сообщил американскому корреспонденту, что, быть может, эпоха свободы настала. И ему стоит отойти от дел. Он надеялся этим самым успокоить местную власть и своих сторонников. Вышло совершенно по-другому. Его сторонники начали строить против него козни и организовывать беспорядки. К 908 году он уже 80-летний старик. И система, основанная на благотворительности одного лица, на связях, лишенной всякой поддержки в народе, лишенной опоры и институциональной основы, быстро развалилась на клубки разного рода соперничающих интересов. Но как только в 908 году стало, что он не пойдет на выборы, он, услышав, что все готовятся его свергнуть, решил пойти таки на выборы против своего слова. В 910 году Порфирио Диас в последний раз решается пойти на выборы. И в этот самый момент происходит величайшая в истории планеты, величайшая в истории мира подтасовка на президентских выборах. Франциско Мадерро, его оппозиционный альтернативный кандидат Франциско, который выступал против него, был задержан в первые дни голосования и отправлен в тюрьму. Из тюрьмы он сбежал и убежал он в Соединенные Штаты. Практически все голосование происходило за одного человека и этот человек не сидел в тюрьме. Потому что Мадерро задержали и посадили в тюрьму, а потом он сбежал в Америку вообще. И это была такая подтасовка, потому что весь народ уже устал от этого. Это была такая подтасовка, что больше, чем все население Мексики проголосовало за Порфирио Диаса в тот момент. Но это был последний его успех, потому что моментально после этого вспыхнуло, тогда он не обратил внимания восстания. В восстании на севере страны отделились регионы, бунтующие против всеправия Мехико и пошли маршем на юг. Только потеряв ключевой город на пути к Мехико, Диас понял, что начинается конец. Люди уже не исполняли его приказов. Он отдавал распоряжения, которые уходили в молоко. Диас не контролировал ситуацию и после этого начал сползать вяло текущую заболевание какое-то у него было. Уже он не мог отдавать себе отчеты о своих действиях. И он мог два варианта осуществить. Либо продолжить, это будет гражданская война, либо уйти с поста. Ему хватило совести отказаться в 911 году от власти на фоне массовых волнений из-за подтасовок выборов. Он уехал сначала в Испанию, а потом во Францию, в Париж. И прожил счастливо все оставшиеся четыре года своей жизни до 1915, когда был похоронен на местном кладбище в прекрасной крипте. Его тело было захоронено там. Но важно, что было после. Я уверен, что Порфирио Диас, покидая, был немного счастлив в свою страну. Он как-то сказал, не будет меня, не будет Мексики. И в некотором роде его пророчество сбылось, покидая кабинет. Вот, кстати, фотография последняя Порфирио Диаса, когда он покидает уже свой кабинет. Он якобы произнес, мы выпустили тигра. В смысле революцию, революционный дух. И давайте же посмотрим, удастся ли его остановить. Не удалось. Потому что сразу после Порфирио Диаса пришла разрушительнейшая революция, которая длилась 10 лет. 1910-1921, ну почти 10 лет, 11 лет. Длилась разрушительнейшая мексиканская революция. Героями которой, кстати, стал знаменитый Панчо Вилья, революционер такой, местный автономист, регионалист, областник, который разбойническими нападениями слискал славу народную. Вот Робин Гуд такой. Панчо Вилья и многие другие такие же проходимцы, без образования, какие-то вот, знаете, мужики с оружием стали владеть этим миром. Все нажитое при Порфирио Диасе, весь этот позолоченный блеск, эти заводы, фабрики, что он строил, они были, и прогресс был, и экономика Мексики росла при Порфирио Диасе. Все это было уничтожено революцией, которая пришла вслед за ним. И, может быть, я от себя добавлю, Диас был счастлив наблюдать за тем, как разваливается его страна без него. Наблюдая за тем, что происходит в Мексике из парижского пансионата, в котором он жил, он, должно быть, был внутри счастлив, что его пророчество сбылось. Не прошло и двух лет после избрания Мадеро, как его же уничтожили. На него совершили покушение, он был убит клирикалом-монархистом, потом генералы взяли власть в Мексике, и они погрузили Мексику в еще 8 лет чудовищного его кровопролития, закончившегося тем, что от Мексики в принципе уже ничего не осталось. Весь 19 век Мексики, от подающего надежды начало, пошел на смарку. Весь 19 век. Все, что делали в это время люди, все 80 лет независимой Мексики пошли на смарку. Порфирио Диас начинал свою карьеру, начинал свою службу в армии и потом президентом, желая поменять Мексику. И он считал, что не было лучшего для Мексики, чем стабильности мир, любыми способами, любой ценой. Но оказалось, что цена этой стабильности, цена этого мира, цена этой безопасности, когда она перекручена, когда она превозносится больше, чем свобода, лишает тебя и безопасности, и свободы, лишает тебя и стабильности в конце концов и разваливает стороной куски. Вот этот конец очень поучительный. Я бы хотел прочитать вам конец статьи про Порфирио Диаса, опубликованную на «Академике». Мексиканская революция длилась 10 лет и не оставила камня на камне от наследия Порфирио Диаса. Порфириато оказалось длительным, но все же только затишьем между двумя бурями. Поменьше политики, побольше администрации, говорил Диас. Но бесконечно управлять обществом, без самого общества, сводя политику к сделкам в узком кругу правящей олигархии, оказалось невозможно. Система с грохотом рухнула. В некотором роде, действительно, когда ты даешь надежду, выпускаешь джина из бутылки, обратно его выпустить нельзя. И чем дольше ты этого джина держишь в этой бутылке, чем дольше не даешь этой свободы, тем страшнее разрывается эта бутылка в твоих руках. Не из-за войны. Стоит отметить, здесь, наверное, заслугу Диаса. Диас не начинал войн, зная, во что они вяжут Мексику, зная, чему это стоит Мексике, зная. Зная на своем опыте, он воевал, он боевой генерал, он сам вел солдат в атаку, он был храбрым человеком. Я бы не хотел заканчивать наш разговор на том, что он был недостойным коррупционером всяким. В нем было и величие, да, он очень хотел благо Мексики. Но иногда, говорят, желание амбициозных людей делают его народа несчастными. Очень мудрая фраза, на мой взгляд. Желание амбициозных людей делают народа несчастными и приводит их к катастрофам из-за своих мечтаний. И желание бывает сбывшееся хуже, чем желание, которого только грезишь вдалеке. Когда я хотел провести эту лекцию, я думал, что эта лекция, названная «Мексиканский Владимир Владимирович», это судьба нашей страны. Это могла бы стать наша судьба. Это могла бы стать наша судьба, если бы Владимир Путин был, как Порфирио Диас, не ввязывался в войны, не ввязывался в конфликты, его бы диктатура продолжалась, и мы бы медленно стагнировали, умирали, увидали. Это бы система цвела и пахла, подгнивала, подживала. Эта система абсолютно идентичная, безидеологичная, абсолютно безидейная, партийная, узкая, авторитаристская, элитарная, персоналистская автократия. Вот эта система фундаментальной пост-идеологии на патрон-клиентских связях, без народа и не от имени народа, она, к сожалению, очень чиста в наши дни. Но она заканчивается двумя вариантами. Либо Порфирио Диасом, либо она заканчивается войной. Войной она заканчивается далеко не так, как сам Порфирио хотел, но войной, как у Бенита, и вовсе не Бенита Хуареса. Потому что режимы подобного толка, уже престарелые режимы, старые автократии, не способны на подвиг, не молодые. Они нуждаются в новых молодых лицах, а их уже нет, и молодые лица не верят им. И в этой ситуации иногда спасительным концом оказывается внешний конфликт, который заканчивает историю, а он заканчивается сейчас, этого авторитарного режима. Мексике не было дано закончиться войной. Но, может быть, для режима Порфирио Диаса это было плохо. Потому что после Порфирио Диаса пришли еще хуже, еще хуже люди. Они еще меньше понимали, что нужно Мексике. Они уже разочаровались в судьбе своего народа. Они уже забыли в тот момент, что Мексика когда-то была наравне с Америкой. И уже не смотрели на звезды. Они смотрели на грязь, они смотрели на вестерны, на разворачивающийся дикий запад на их стране, превративший всю территорию Мексики в одно большое ранче, наводненное комиссарами, жандармами, шерифами, бандитами и всяким разным сбродом. И Мексика как государство, как страна из истории ушла. Мексика, к сожалению большому, очень подающая надежды государство, имеющая все шансы стать великой страной в новом свете, может быть, даже соревноваться с Америкой, окончательно прекратила свое существование как историческая великая держава. Может быть, здесь есть момент на подумать, момент, чтобы остановиться и вспомнить, что же тогда это привело Мексику к такому финалу. Но это уже, наверное, тема для будущей лекции. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Я вас благодарю за то, что вы слышали, делились, передавали и лайкали. Не забудьте сделать это еще раз.